Дорогие друзья, всех приветствую! Меня зовут Джулия. Сегодня я вам расскажу о результатах шести пятниц Венеры. Я не говорила о своих результатах, мало делилась. Вот. И, ребята, я всё оберегла для этого видео. Для меня результаты шести пятниц Венеры, для меня гармонизация Венеры просто обернулась нереальными, крутыми изменениями, и прям моя жизнь, она прям наполнилась интересными событиями, поездками, знакомствами, и я прям в приятном восторге. Слушай, во-первых, хочу сказать, какая у меня была жизнь до, да, то есть мы делали с вами аскизу Сатурну, это было о духовном росте, о внутренних изменениях, о внутреннем росте, о мудрости, о том, как там взаимодействовать со взрослыми, со старшими, о том, как смирять внутреннюю гордыню, как прорабатывать, реально духовно вырасти. Венера про другое. Венера про любовь к материальным проявлениям, к комфорту, к красивым вещам, к тому, чтобы доставить себе удовольствие, к тому, чтобы себя любимого порадовать, себе любимому жизнь разнообразить. То есть Венера про это. Была жизнь до по Сатурну такая, что я затворник, я вообще, в принципе, мало куда выезжала, мало куда... Общение у меня тоже такое очень скрупулезное, общаюсь с несколькими людьми, но это очень качественное общение. И тут у меня просто где-то на третьей пятнице просто нереальное количество поездок, событий, знакомств. У меня открылась путь для переезда в другой город. Ну, не факт, что я воспользуюсь, сразу говорю, но факт в том, что открылся такой путь, и было много поездок. Я тоже самое хочу еще отметить, что было у других девчонок, потому что тоже писали, что одна девочка переехала в другой город, прямо у нее смена реальности, другая девочка, тоже у нее было очень много поездок, путешествий. Вот, и у меня вообще Венера в Стрельце, это как раз-таки активная Венера, которая хочет двигаться, которая хочет путешествовать, хочет там повидать весь мир. Именно это и произошло. Это первое, что я хочу отметить, первое самое ценное для меня, что я за эту Аскюзу буквально, наверное, за три недели, за три пятницы облазила, слазила на две горы. Забралась на Еремель, об этом есть видео. Затем забралась на Таратау. Потом поставила свой личный рекорд, купалась 10 октября. Мы с ним все сделаем, но не правда, что мы с ним все сделаем. Принимаем. Полото. Обычная бронка. А там очень холодная, как встали. Как встали, как встали. Здравствуйте. Здравствуйте. Моё, мать! Капочка, мать! Надо прийти. Идёшь? Ну ладно, три, нормально. Прилично, для них. Ой, короче. Не надо. И что? Консоль, у меня же не консоль. Наверное, до сих пор надо. Я что, я знаю, что встали по столе. Что это там? Не войдите, что по столу. Нет, ну на самом деле холодно, конечно. Сколько градусов сейчас на улице? Да, да. Я мертвую 10 в конку. Мы ездили на Святые Источники. Там была очень клёвая церковь. Мы туда зашли, там прям такие высокие вибрации. Прям такое всё, прям такое всё одухотворённое. Называется, так, Источники. Я уже забыла, Красноусольский, по-моему, Источники. Это находится в Башкортостане. Вот, купалась 10 октября. Это мой личный рекорд. До этого я купалась где-то в сентябре. И было очень тепло. Была такая солёная, прикольная вода. То есть приятная поездка, которая мне запомнилась очень таким, ну так, такой тёплой, клёвой поездкой. Поступило тоже такое предложение. Внезапное. У меня мой образ жизни вообще не позволяет вырваться из моей привычной среды больше, чем на два дня. Потому что у меня есть определённый график, по которому я работаю. И он там суперответственный, мне нельзя никуда сваливать. И у меня прям эти два дня выпадали на мой день рождения. И я как раз в эти два дня мне просто предложили... Ну, эти два дня как раз мой день рождения. И в эти два дня мне предложили, давай прилетай в Москву. Давай отмечать день рождения в Москве. То есть там прям помогли с организацией. То есть вот прям всё, мой праздник был организован. И я такая думаю, блин, два дня мне нельзя прям... Ну, короче, это такая рискованная авантюра. И я решилась и провела свой день рождения в Москве. Погуляла по... Погуляла вот тоже фотографии. Погуляла по местным достопримечательностям. Покаталась на теплоходе. И именно в час своего дня рождения мы сидели в башне. Вот как раз-таки эта фотка заставочки. Это с башни. С башни. И сидели. Как раз загадывала намерения. Загадывала. Занималась самопрограммированием. Занималась прописыванием своего будущего. Видением своего будущего. Моя какая-то такая мечта сбылась. Потому что я, в принципе, вот эту картину видела как много-много огней на фоне. И я там в каком красивом платье. И как раз-таки по-венериански сижу, загадываю, загадываю желания. Прописываю, простраиваю. И вселенная это реализовала. Я была очень счастлива. И вообще сейчас счастлива, что мой день рождения прошел именно так. Буквально, ребята, через два дня. У меня была просто неделя отвал башки. Буквально через два дня мне нужно было ехать с моими друзьями. Прыгать со скалы. Встретимся в Вальгаре. До сих пор в Вальгаре. Что это? Это вот это? Стоится, что передать моим близким. Да ты... Да не неси фигни. От выхода нет. Все, сейчас там, значит, говорят, толкают. Короче, если что, как-то у меня. В принципе, вариантов-то нет. На самом деле, ничего страшного. Ну, а если... Ты на весь погон? Да, хорошо. 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 Ты на весь погон водил ты. Да. Хорошо. Продолжение следует... Ну что, дорогие, надеюсь, вы оценили мой частотный диапазон, мои вишудха чакры, потому что все, кому я показывал это видео, они говорят, вот это ты орёшь, конечно. Для меня, ребята, вот это огромный, огромный... это прыжок, конечно, который получился. Для меня это на самом деле огромная точка внутреннего роста. Это, опять же, путешествие, это, опять же, активный отдых, это, опять же, Венера, которая меня вот так вот просто... ну, просто какая-то сила, которая помогла мне сделать этот прыжок. Я уже пробовала прыгнуть со скалы там, да, несколько лет назад, у меня тогда не получилось, у меня был вообще незакрытый гештальт по этому плану, потому что я стояла, мне было дико страшно, и в этот раз мне тоже было дико страшно. Меня там, благо, подтолкнули, так сказать, я попросила чувака, который был, я говорю, блин, я сама не смогу, мне нужна, мне нужна помощь, толкни меня, пожалуйста. Вот, и чувак такой, ну, короче, он толкнул, мне было безумно страшно. Вообще, произошли, вообще, происходили вот эти все шесть пятниц, то есть я вам уже говорила, если Сатурн дает стабильный заработок, стабильный, вот ваш фундамент, хороший, такой стабильный финансовый канал, который, который вот у вас, он нерушимый, который сложно у вас отнять, такой стабильный, хороший, проработанный Сатурн, это всегда богатство, богатство, которое, такое, как сказать, оно... стабильно приносящее доход, оно такое нерушимое, а Венера это роскошь, это приходящая, уходящая роскошь, и все эти шесть пятниц у меня прошли в какой атмосфере клевых подарков, в атмосфере того, что я там ходила по кафешкам, по ресторанам и заказывала там себе какую-то еду, то есть Венера, она всегда любит вкусно покушать. Вот, активная Венера, она очень любит комфорт, я заметила, что ко мне приезжают какие-то такси, машины, они все время комфортные, при том, что я живу в маленьком городе, и тут как бы, ну, тут реально приезжает там какая-нибудь такая машина за пару миллионов, меня довезти до дома, я такая еду, и думаю, блин, как классно. Вот, и вообще, как бы, активировалась именно вот, как бы, жизнь по роскоши, ну, конечно, для каждого человека роскошь это что-то свое, я понимаю, что для кого-то это то, что у меня сейчас происходит, это глубокое-глубокое бомжевание и застой там какое-то, да, но для меня это вот прям вау. Вот, вот, также, Венера что еще дает? Венера дает активное внимание со стороны мужского пола. Если смотреть на результаты всех девчонок, было, наверное, сейчас я вот специально посмотрю, у меня здесь просто все записано, чтобы я ничего не забыла, внимание мужского пола было у 70% девчонок, кто проходил практику, у 30% не было. Я одна из тех, у кого это повышенное внимание было, у меня прям активировался очень такой щедрый, хороший ухажер, который прям ко мне с благородным расположением таким начал относиться, проявлять знаки внимания, для меня это было очень приятно, и вообще, как бы, внимание мужского пола, оно вообще, ну, прям так активировалось. Подарки. Понятное дело, у меня день рождения было и все такое, вот, но хочу вам похвастаться немножко, я обладатель 14-го айфона, вот, мне такие подарки никогда не делали, это, наверное, один из самых щедрых подарков, которые, в принципе, получала за жизнь, и, ну, сказать моему счастью нет предела, результаты это аскизы, возможно, вот, но должна это отметить. Все это делаю, вот, чтобы вы видели, такие у меня результаты аскизы. И минусы. Активность была настолько сильная у меня, кстати, что я еще хочу отметить, так как Венера в стрельце, активность была настолько сильная, что у меня вообще не было времени на сон, у меня постоянно вот такие какие-то события, движуха, идеи, вдохновение, что-то творить, что-то делать, Венера это тоже творчество. Одна девочка писала, у нее тоже активировалось прям такое вдохновение, творческая энергия, прям активировался творческий канал, хотя вообще по жизни она была довольно-таки, как она писала, она творчеством вообще не занималась, именно во время аскизы у нее прям открылся творческий канал, она начала заниматься там какой-то хобби. Минус. Это в моем случае, только в моем, у девчонок было по-другому. Снижение к духовным практикам. Если когда мы проходили аскизу Сатурну, у меня прям был духовный рост, инсайт, 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 изменения, делять свою энергию, молитвы там, практики, все, там такой монах, короче. К ним у меня интерес снизился, у меня наоборот такой интерес к материальным возрастам, да. У меня прям интерес такой возник, как себе сделать приятно, короче, как себя порадовать, как следить за своим внутренним состоянием. Какой я делала аскизу? У меня, значит, в целом аскиза была по пятницам пение мантры вместе с девчонками, также я старалась следить за своим внешним состоянием по пятницам, нужно было прям красиво выглядеть, красиво наряжаться, скажу честно, я с этим грешила. У меня при этом все пятницы были строго на фруктах, у меня из погрешности, я помню, один раз съела шоколадку, Венера, она такая, то есть это не строгий Сатурн, Венеры можно себе что-то такое позволить, съесть шоколадку, ой, я молодец, делала себе радость, у меня поняла еще настроение, все классно, это можно. Вот, помню, съела небольшую шоколадку, еще в одну из пятниц Венеры я съела помидорки, салат какой-то чисто из помидорок сделала, было такое тоже. В принципе, по-моему, все, это все такие оплошности, как бы сказать, которые были, ну, потому что там фрукториасты, да, помидоры это овощи. Вот, а так все мои пятницы, они проходили только чисто на фруктах. Вот, даже я помню, что перед тем, как забраться на гору, это было, сколько там, 14 километров, короче, в одну сторону, перед этим за день у меня полностью был на фруктах, я ни в коем случае не прерывала свою аскезу, и за день до фруктов, на следующий день, как бы, у тебя, ну, энергии, не сказать, что много, да, и все равно я забралась на гору, у меня была куча сил, и все было отлично. Давайте пройдемся по статистике других девчонок. 80% девочек сделали все 6 пятниц, то есть у них тоже было строгие, строгие, они приходили на пение мантр, все было хорошо, 20% были пропуски, да, то есть, ну, не все, чистое фрукторианство было у 80%, у 20% было питание без изменений, либо вегетарианство, либо веганство. Повышенное мужское внимание у 70%, за внешним видом смотрели 60%, девочки, я помню, что они прям соблюдали, по пятницам наряжались, хорошо. Появился ухажер, свидание, и появился молодой человек у 70%, девчонки писали в текстовом варианте, что у них, их молодой человек, начал их прям тоже задавривать чедрыми подарками, начал за ними ухаживать, то есть, как-то вот прям активировался в плане ухаживания, подарил цветы, взял на себя какую-то ответственность по материальному обеспечению, то есть, прям у нее такой результат, у нее были прям такие клевые изменения. У кого-то появился ухажер, но, как сказать, не то что, то есть, я помню, что она девчонка писала, что да, у меня тоже появились там, да, разные знаки внимания, что появился молодой человек, но, к сожалению, ну, типа вот, что-то я другое хочу, вот, но при этом повышенное внимание со стороны мужского пола, оно есть. Дальше. Не было предложений у 20%, то есть, у 20% ничего не изменилось, не было. Были так дальше, дальше, дальше. Изменения. Переезд, переворот мышления, щедрые подарки, путешествия у 80%. И хочу отметить, что у одной девочки, наоборот, было расставание, то есть, она, наоборот, сказала, по-моему, она прекратила делать аскизу, потому что она рассталась с молодым человеком. Что хочется здесь прокомментировать? То, что, ребята, если что-то такое происходит, любая аскиза, что Сатурну, что Венере, это не говорит о том, что Вы начали делать аскизу, и у Вас так манна небесная на Вас посыпалась, там посыпалось все такое хорошее. Аскиза часто начинается с очень тяжелых изменений, то есть, с очень тяжелых событий. Я вот сейчас сделала аскизу Сатурну, уже сделала, да, дистанционную, которую Вы сможете проходить в любое время. Там как раз-таки я очень большое внимание уделяю этому, если у Вас случаются сложности какие-то. Не нужно отменять аскизу, не нужно ее прерывать, нужно идти дальше, потому что у Вас пространство, наконец-то, чистится для того, чтобы все старое отметается для того, чтобы стать проводником для чего-то нового. Так, дальше, изменения финансового положения. 60% девчонок отметили, что у них было изменения, перешли в сторону крайнего изобилия. Я прям как раз указала, крайнее изобилие. 40% изменений не было. Вот это я тоже озвучиваю. Духовный рост. Отметили, что открылось сердце миру у 50% человек. У меня прям такая была тоже графа, открылось сердце миру. И половина девчонок, которые проходили аскизу, указали, что прям открылось сердце. Заметные изменения в духовном росте у 20%, у 30% наоборот, снесилась тяга к духовному росту. И опять же, я одна из них, я уже рассказывала почему. 40% вылечили женские болезни, у 60% женских болезней не было. Я Вам уже про это говорила в основном видео. Открылся творческий канал, переезд в другую страну, активные путешествия, подарки это я сказала. Активность поднялась у 80% девчонок, то есть у всех чувствовали прилив сил 80%, у 20% по-моему. Одна девочка написала, что у нее, кстати, по-моему, наоборот упадок сил было такое тоже. Ну что ж, такие вот результаты аскизы Венере. Блин, я чудесно вообще, очень рада, что мы с вами делаем такое благостное занятие. Девчонки, если кто-то смотрит, кто делал практику, пишите в комментарии еще, пожалуйста, как Вам Аскиза. Поддержите, пожалуйста, активностью в комментариях, может быть, Вы поделитесь каким-то своим мнением. Поддержите, поставите лайк. Я буду очень довольна, очень счастлива, что от Вас поддержки. И что я еще хочу сказать, что клево, что мы все это делаем, делаем такие упаи планетам, получаем клевые результаты. Сейчас хочу сделать анонс, короткое такое объявление, что я создала Аскизу Сатурну в записи полностью. Вы можете ее пройти, перейдя по ссылке на сайт, и там будет Аскиза Сатурну. То есть я уже думаю, что следующее видео выйдет как раз-таки про Аскизу Сатурну. Расскажу уже подробно, что будет в этой Аскизе, да, то есть эта Аскиза будет абсолютно другая. Там будет гораздо больше заданий, больше внимания мы уделим проработке рода, проработке отношений, там, старший, младший. Там будет 100 поклонов, практика 100 поклонов, пение 108 имен. То есть я прям вложила вообще в Аскизу Сатурну все свои знания, проработала очень-очень мощно. Также там будет сильные и слабые положения Сатурна в вашей натальной карте. Медицинская астрология, точно под градусом разберем, какие предрасположенности, какой болезни есть. Короче, там куча материалов. Вот, и если вы хотите гармонизировать свой Сатурн, переходите в описание этому видео, переходите на сайт Priestley Herbs, ищите там раздел Аскизы планетам. Найдете только Сатурн пока что там, вот, потому что все остальные планеты я еще делаю. И переходите гармонизировать с Сатурн, это одна из самых мощных планет. Результаты Аскизы Сатурну, которые были у нас, я прикреплю к этому видео, к концу этого видео можете посмотреть. Поэтому добро пожаловать, преобразовать так свою жизнь, сделать ее еще более крутой, более интересной. Благодарю всех за внимание. Ставьте лайк этому видео. И всем пока-пока. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok